Жневинская педагогичная нарада – это свой особливый великий педсовет. Все ли так и что год, на его были запрошены керавники и представники коллектива у всех установ адукации личины. Сустревшись в последний год починку, они витали один-одного и веншовали с надыходящим новым учебным годом. Перед тем, как зайти в зал, у дельники Жневинской нарады наведывали выставу, где был презентованный передовый опыт разных установ адукаций. И можно было увидеть работу их в ушне на тему «Мне выпало счастье тут народиться». Кожная картина и фотосдымок – признание детей и подлетков у любови до малой родимы. Зносины педагоги протягнули непосредственно участ нарады. На ней были подведены выники минулого навучального года, який для сферы адукации личины стал достаточно поспеховым. На республиканских олимпиадах наши школьники завоевали 16 дипломов. На централизованном тестировании отримали 5 стабальных сертификатов. С выше 70% выпускников поступили в высшие навучальные установы. В творчестве и спорте на рахунку личин больше за 300 узнагород розного узровня. В новом навучальном годе перед педагогами поставлена задача завоевать диплом первой ступени по якости эдукации в области. Основными задачами в системах образования в дошкольном и в общем-среднем для учреждений дополнительного образования – это, конечно же, повышение качества образования, выход его на новый уровень и обеспечение в дошкольном образовании доступности, обеспечение безопасных условий пребывания. Это если кратко сформулировать основные цели и направления на новый учебный год. Повысить якость эдукации можно, коли постоянно удосконаливать працу и переймать в опыт коллег. На просылке личных педагогов в подыходе до организации здоровья и сберегальных и безопасных умов, находжения детей в дошкольных установах, организации спортивно-массовой работы с молодью, в формировании в учебной мотивации школьников и краезнавчей туристской экскурсийной работы в выховании подрастающего поколения были огучены сегодня на Жневинской нараде. Доклады в опытных педагогов уважливо слухали молодые специалисты, которых в селе Таулицкий район с разных кутков Беларуси пробыло 56. Это наставники, предметники, выховальники, педагоги додатковой эдукации, педагоги-организаторы, психологи и дефектологи. В этом году у нас на 20 молодых специалистов меньше, чем в предыдущие годы приблизительно. Это говорит и о том, что в принципе система литчины в плавокадровом обеспечении становится самодостаточной, на сегодняшний день она становится максимально оптимально укомплектована кадром. Системе эдукации литчины – есть кем гонориться, молодым специалистам – есть на кого равняться. Педагоги, которые имеют певные профессиональные досягнение, на Жневинской нараде отримали у Знагороды. Гоноровой грамотой Министерства эдукации отзначена праца головного специалиста управления эдукации Александра Локцевича. За развитие физкультуры и спорта в школах ее надказывают уже 5 годов. За этот час литские ребята не раз завоевывали дипломы на областных, республиканских и международных споборницах. Одно из започных их досягнений – перемога на областной спартакеяде школьников и удел у Республиканской. Столь высокая награда и итог работы – это оценка прежде всего труда учителей физической культуры и здоровья, тренеров, руководителей учреждений общего среднего образования, руководителей детско-юношеской спортивной школы. Я думаю, что в Лицском районе есть огромный потенциал для еще более высоких результатов. Это и физически одаренные дети, это и кадровый потенциал, это и одна из лучших в области спортивная база. Поэтому я думаю, в будущем спортсмены Лицского района будут добиваться успехов не только на областных и республиканских мероприятиях, но и на международном уровне. Имя Дмитрия Тежика вядома не только лицским педагогам. В учениках этого наставника физики опущенных годов 10 за все довелику переможцев призеров областной республиканской олимпиады. В липене его выхованию Сергей Лоза завоевал серебряный медаль на международной олимпиаде школьников в Якутии. Поспеховая праца Дмитрия Тежика сегодня была отзначена дипломом Гродинского областного совета депутатов. Я думаю, что эта награда будет и стимулоем для дальнейших побед. Но понятно, что это было бы невозможно без работы одаренных активных ребят нашей школы, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их. Например, Сергей Лоза, Лужко Есения, Бочановский Николай и другие. Я надеюсь, что мы в дальнейшем подтвердим эту высокую планку. Гоноровая грамота Лицкого районного совета депутатов была уручена методисту районного центра технической творчести в Ользе-Кудзе. 22 года она работает в этой установке. Курирует працу педагога по початковым техническим моделированию и техническим моделированию и отдел в учнях в разных конкурсах. Безусловно, награды получать приятно. Приятно, что тебя увидели, твою работу оценили. Ну, конечно, хотелось бы сказать и всему коллективу, и всем тем педагогическим работникам, работникам нашего центра технического творчества, которые меня поддерживали, с которыми мы нашли взаимопонимание. Ну, это награда, как, можно сказать, и как итог моей работы, ну и стимул для дальнейшего совершенствования своей работы. У працанной книжцы наставницы химии Алены Бельской один запис, и сделан ее 30 лет тому. Миновита тогда она молодым специалистам пришла в 12-ю литскую школу. За час педагогичной деятельности Алена Иосифовна подрыхтовала не одного олимпиадника. Ее учени поспехово сдают цит, некоторые, дякуючи наставнице, связали свое житие с химией. Усех это и стало подмурком для уручения осенью в Знагороды Головного управления Адукацией Гродзенского Аблвы-Канкама. Я считаю, что полученная мной награда является стимулом к дальнейшим моим достижениям. Для меня сегодня очень знаменательный день. Ровно 30 лет тому назад я переступила порог 12-й школы и работаю там до сих пор. Я очень люблю свою профессию. Не разочаровалась мне абсолютно. И я благодарна сегодня всем за полученную мной награду. Я благодарна своему коллективу. Я благодарна своей администрации. Я благодарна районному управлению образования. Заказанную мне честь. И я, наверное, в несколько раз лучше начну работать, получив данную награду. За пленную профессийную працу педагогам личины, сенешним и былым подяковал керауник района Михаил Карпович. Молодым специалистам он пожадал поспехов и выказал сподевания, что первое место працы их не расчарует. От вас, уважаемые педагоги, во многом зависит и то, вернется ли выпускник работать на свою малую родину. Надеюсь, что для вас, молодые специалисты, лидская земля также станет родной. На вас, молодые педагоги, мы возлагаем большие надежды, ждем внедрения новых образовательных инициатив. Уверенно смотрите в свое профессиональное будущее, работайте творчески, прославляйте наш регион. Особое слово признательности вам, ветераны, труда за ваш кропотливый и все уроки, которые очень нужны педагогам, начинающим свой трудовой путь. Усе наставления и пожадания, которые прогучали на Жневинской нараде, еудельники передадут своим коллегам участие совета, которые пройдут в установах эдукации на этот день. На их педагоги так само окрыслят для себя, каким чином они будут выражать поставленные кировництвам задачи. Продолжение следует...